Привет, мои подписчики! А вот я уже пришла из бани. По мне видно, что мокрая голова. И смотрите, что я хочу сделать прямо сейчас при вас. Я хочу впервые попробовать пентакан. Смотрите, я его покупала. У меня еще была там одежка для сердца. Здесь просто, смотрите, калий, витамин С, рибоза. Сейчас одежки нету, но я сегодня нашла обалдельную презентацию этого продукта. И мне захотелось его начать сегодня пить. Потому что, смотрите, тут пентакан-источник калия крайне важен для поддержания нормального клеточного метаболизма. Благодаря форму шипучек таблеток биодоступность калия достигает 97,5%. Короче, тут на выносливость, если бы это способность, то я решила, что он будет стоять, пропадать, я буду его пить. И сейчас после банки как раз, видите, клеточки, только я не знаю, вот я тут и пробую. А, наверное, вот это надо вот так сделать. Ага, вот, видите, никому ничего не обману. Вот, кстати, самочувствие мое просто идеальное. Нигде ничего не болит, посидела, попарилась, вообще супер. Так, вот, сейчас посмотрим тут. Ага, открывается шипучее. Сейчас посмотрим, как будет шипеть и что. На 60 миллилитрах получается. Покажи, Лешка. О, класс. Вот, шипучие таблетки при растворении в воде образуют две органические формы калия. Цитрат и аскорбат. Аскробат. Аскробат, слов таких даже не знаю. Таким образом достигается биодоступность около 97,5%. Ну, как я говорю, тут еще ревоза. Это моносахарид из группы пентос, природный углевод. Короче, вообще супер-супер. Сейчас попробую при вас. Просто хочу вам показать, что я тоже пробую. Я не боюсь ничего пробовать. Все, я умру после пентоска. Кстати, производство Германии. Там, где, видите, Германия и, может, другая фирма. Но сам факт, что откуда Белрон. Ну что, друзья, за ваше здоровье. Ага. Чувствуется, что все пучка. Прикольно. Кстати, для этого воду попробовала. Она же здесь без Кораллмайн. Только вкус непривычный. Вообще не могу воду пить. И вот сразу поменялся вкус. По-моему, вкус воды. Так что вот. Тут еще смолекул каких-то АТФ. Так что, ребята, за ваше здоровье. Давайте будем все здоровенькими, красивыми, молодыми и долгожителями, как окинавцы. Зачем нам уступать? Мы тоже не в танке родились. Давайте, пока.